Ущерб Министерства обороны России в результате крушения на учениях в Тверской области истребителя Су-30 в 2020 году составил 1,143 млрд рублей. Об этом сообщил представитель военной прокуратуры на заседании Тверского гарнизонного военного суда по уголовному делу в отношении военного пилота Василия Савельева, сбившего истребитель. Тверским гарнизонным военным судом рассматривается уголовное дело по обвинению военнослужащего войсковой части майора Савельева в совершении преступления, предусмотренного статьей 351 УК РФ. Савельева обвиняют в том, что, выполняя полет на самолете Су-35, совершил действие, противоречащее правилам полета и иным правилам эксплуатации военных летательных аппаратов, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия в виде причинения Минобороны России имущественного вреда на общую сумму 1,143 млрд рублей, сказал он. Военные следователи возбудили второе уголовное дело после крушения Су-30. В указанном следственном органе 23 ноября 2021 года возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных СТ-351 УК РФ, нарушение правил полетов или подготовки к ним, в отношении двоих военнослужащих группы обслуживания авиационного вооружения войсковой части. Они допустили нарушение требований пункта 114 раздела предполетной подготовки и правил при проведении 22 сентября 2020 года предполетной подготовки самолета Су-35. Им управлял Савельев, Прим. ТАСС, сказал прокурор. Согласно заключениям экспертиз, на которые сослался прокурор, причиной авиационного происшествия явились как нарушения требований руководства военной эксплуатации при выполнении стрельбы майором Савельевым, так и нарушения подготовки и контроля подготовки самолета Су-35 со стороны других военнослужащих. 22 сентября 2020 года, по данным Западного военного округа, Су-30 упал во время тренировочного полета в Вышнево-Ловецеком районе Тверской области, экипаж успел катапультироваться. В отношении Савельева возбудили уголовное дело по СТ-351 УК РФ, нарушение правил полетов или подготовки к ним. Согласно данным картотеки, дело поступило в суд 21 октября.